Топором по ремонту за полмиллиона рублей. Хозяева этого дома в Яснополянском лесничестве от интервью отказываются. Говорят, руки скажут больше. Здание в 200 квадратных метров по кирпичику хотят разобрать за две недели. Потом перевезти на новое место, где постройка уже не будет в статусе незаконной. Соседи тоже хлопочут, но пока из дома только вещи вывезли. Ждут бригаду рабочих. Все нажито жизней. Это вся жизнь человеческая. Пока в кирпичных капитальных строениях избавляются от мебели, каркасно-насыпные коробки разбираются в четыре рабочих руки. Здания, как пазлы, складывают во дворах. Из 63 незаконных построек в Яснополянском лесничестве ликвидировано уже 9, еще 28 в процессе. Разбирать самим дешевле. Спешат. В скором времени на место компактного проживания цыган должна приехать рабочая техника. Если к этому времени дома будут оставаться на местах, беречь стройматериалы уже не будут. Но тем, кто разбирать здания начнет, пойдут навстречу. Теревянные дома они добровольно будут сносить, кирпичные. Если они будут без крыши, без окон, их механизированно сносить не будут. Ну, чтобы жители могли добровольно руками по кирпичику разобрать, чтобы не рушить их. Многодетным семьям, их в таборе 28, выделены участки на другой территории, каждый по 15 соток. Представители цыганской диаспоры уверяют, тем соседям, которые не попали в льготную категорию, позволят построиться на своей земле. Давайте, вот, допустим, пример, ломают его дом, да, но, допустим, нет у него средства, чтобы привезти. Естественно, мы помогаем. То есть собираемся все, скидываемся и помогаем, даем, как бы, даже нанимаем машину. Хозяева постройку подсчитали. Перевезти каркасный дом на новое место и собрать его там стоит порядка 100 тысяч рублей. Работы на 2-3 недели. Переезд коттеджа оценивают в полмиллиона. И столько же стоит возведения на новом месте. Председатель Стрекаловского ТОСа Лидия Жук говорит, к цыганскому поселению за долгие годы привыкли. Проходят, здравствуйте, говорят. Дети тоже говорят, здравствуйте. Мы видим, как они, вот, цыганки, водят детей в школу. Мы даже молодые, когда были, говорили, ой, у цыган там танцплощадка. Мы все молодые, вот, ну сколько нам было, по 18 лет. Мы ходили именно на мою улицу, где мой дом сейчас стоит, там у них была танцплощадка. Наша молодежь, они нас привычали, танцевали. Во времена СССР табор стоял еще на Стрекаловке. Это потом, во времена беззакония 90-х домовладения зашли на территорию леса. Сейчас Минприроды возвращает свое. Но очистка лесного фонда – это еще не все. Сносу подлежат еще 17 строений за чертой леса. Контролирует ситуацию, составляет дорожную карту координационный штаб по сносу незаконных построек. В штабе работает достаточно большая группа, в которую входят в том числе сотрудники правоохранительных органов, сотрудники сетевых организаций. Присутствуют и представители главного федерального инспектора. То есть это достаточно большая группа представителей, естественно, администрации, которые рассматривают эти вопросы. Жить в лесничестве косогорские цыгане привыкли. Но другого выхода нет. Ведь живут без света и газа. Незаконные врезки здесь ликвидировали еще в июне. Так что понимают – переезжать придется. Вячеслав Мараков, Алексей Чичвадзе, Первый Тульский.